Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры! Всех вас приветствую и благоставляю именем Иисуса Христа! Как православный обновленческий священнослужитель, как архиепископ Украинской Реформаторской Православной Церкви, я хотел бы обратиться ко всем вам, дорогие друзья, дорогие телезрители, со словом обличительным, со словом призыва к покаянию в астрологии. Дело в том, что 20 марта по календарю, который публикуется сегодня в России, в Украине, в Беларуси, в других странах мира, в светском календаре обозначена дата именно как день астрологии. И сегодня, к сожалению, газеты, журналы, СМИ наводнены прогнозами по астрологии, и многие христиане попадаются на такую удочку-приманку врага. Я думаю, что многие из вас, наверное, дорогие христиане, дорогие православные, протестантские, католические христиане, наверное, сталкиваются с этим злом ежедневно, фактически. Мы можем включать телевизор, заходить в интернет, мы можем слушать радио, читать газеты, журналы, и везде, фактически, последние эти годы, видеть всевозможные астрологические прогнозы, большие или малые. По радио, допустим, вы едете в транспорте общественном и слышите прогнозы астрологические. Вы включаете телевизор, вы, казалось бы, пришли посмотреть новости, зашли, допустим, включили, зашли в интернет посмотреть новости, и тут же натыкаетесь на эти прогнозы. И вольно или невольно, но порой внимание наше падает на эти прогнозы, наши уши, вольно или невольно, но воспринимают эти слова предупреждений различным знаком зодиака. И, знаете ли, эта бесовщина, которая подается сегодня через светские СМИ, она весьма много производит большого зла. Я много имею примеров из своей личной практики, как священнослужитель, именно общаясь с людьми оккультно обремененными, имеющими проблемы духовные, религиозные, светские проблемы оккультные. Очень часто все это связано именно с прогнозами по астрологии. Очень часто некое зомбирование, кодирование происходит, и много проблем приходят в жизни людей, в жизни христиан и нехристиан через астрологию, через астрологические прогнозы. Страшные проклятия распространяют люди, называющие себя астрологами, называющие себя именно звездочетами, всевозможными экстрасенсами. В Ветхом Завете мы читаем из Библии следующее. Из книги Исаии, пророка, 47 главы, читаю. Друзья мои, видите ли, здесь Бог устами помазанника своего, своего пророка Исаии, Бог говорит, что это как солома. Они сами себя не могут спасти, эти астрологи. Их прогнозы для их же жизни, они бестолковые, никчемные, все это сгорит. И так же как солома сгорят и эти нечестивцы, распространяющие подобные прогнозы. И те бизнесмены, те владельцы журналов, газет, телерадиокомпании, которые предоставляют эфир для подобных нечестивых экспериментов, для подобных нечестивых прогнозов, подобного кондирования, зомбирования, также под страшным проклятием находится выход один. Покаяться и звездочетам, и астрологам, экстрасенсам, и тем, кто дает им эфир, и полосы своих газет и журналов, необходимо покаяться, раскаяться. Я читаю из Писания еще, из книги пророка Иеремии, с 27 главы, читаю, с 9-10 стихи. «И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они прочествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли». Также из Иеремии, 10 главы. «Так говорит Господь, не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». Из книги Левит, 19 глава, 31 стих. «К волшебникам не ходите и не доводите себя до сквернения от них. Я Господь Бог ваш». Дорогие друзья, вот эти тексты из Писания очень сильно убеждают нас, верующих. Если вы христиане, то послушайте, пожалуйста, слово Господне. Уж чему-чему, а Слову Божьему мы должны верить. Хотя некоторые из вас, может быть, уже как бы на крючке у дьявола, и некоторые из вас, может быть, уже строят свою жизнь, свои дни, свои ежедневные всевозможные совещания, встречи, дела домашние, бизнес, дела. Строят по этим прогнозам астрологическим. То сегодня я просто умоляю вас, как священнослужитель православный, как христианин, я просто умоляю, как проповедник, остановитесь, покайтесь, друзья. Я прочитаю еще кое-что из Библии. Здесь есть очень интересные такие моменты из книги «Второзаконий». «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прелестился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом, а вас взял Господь Бог и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела». Еще книга Левит, 20 глава. «Мужчины или женщины, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преднаны смерти, камнями должно побить их, кровь их на них». Дорогие друзья, ветхозаветные постановления порой очень страшны на самом деле. Сегодня, если вы занимаетесь прогнозами астрологическими, сегодня вас не побиваем мы камнями, христиане. Почему? Потому что время новозаветное, время благодати, время, когда Господь дает милость свою. Если бы в Старом Завете вы оказались бы в те далекие времена, то вас побили бы камнями, так было положено по закону Господнему. Сегодня камнями вас не побивают, но сегодня камни другие летят в вашу сторону. Проклятие всевозможных, и многие люди в аду, мучаясь сегодня, они просто проклинают ваши имена. Если вы занимаетесь прогнозами по астрологии, пожалуйста, остановитесь. Я просто умоляю вас, остановитесь. Не идите в ад сами и не ведите за собой в ад в преисподнюю. Многие-многие души. И очень важно христианам, сейчас обращаюсь к евангельским христианам, протестантам, православным, католикам, к разным верующим, пожалуйста, одумайтесь, если вы занимаетесь астрологией, если увлекаетесь. Из книги «Второзаконие» прочитаю также кое-что с 18 главы, с 10 стиха и далее. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник или вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзостей Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь не порочен пред Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели. А тебе не то дал Господь Бог твой. Аминь. Слава Богу. На самом деле у нас есть Слово Господне, Слово Божье, Библия святая. И обращаясь к Божьему Слову, мы должны действительно изменяться в образ Божий. Мы должны от силы в силу, от славы в славу. И переходить и Бога благодарить и славить Его за все. И я призываю сейчас к молитве покаяния. И я перед тем хочу прочесть кое-что еще из святых отцов некоторых, из отцов церкви. Я прочитаю из преподобного Максима Грека. Это один из таких обновленцев, что ли, своего времени. Сочувствующий движение нестяжателей. Нил Сорский, Васям, Патрикеев. И туда же можно причислить и Максима Грека. Так вот, Максим Грек, он по поводу астрологии писал следующее. Как я, созданный по твоему, он обращается к Богу, божественному образу и подобию. То есть удостойно дара свободы воли, получившись силу и действия, благо и праведности. Неужто я действием какой-то недоброй звезды могу быть влеком к совершению зла, как бессловесный скот, которого хозяин тащит на привязи? Нет, я никогда не соглашусь с этим богомерзким учением безумных звездочетцев, лишающих меня свободы воли. Очень хорошо Максим Грек написал это, потому как сегодня многие считают себя заложниками этих, знаете ли, звезд, совпадений и несовпадений этих звезд. Многие с ужасом ждут предсказаний мая 19-го года. И скажу так, наша судьба зависит не от звезд, не от расположения или не расположения звезд определенных, а от Господа Бога и нашего выбора, нашей воли. Если мы выбираем жизнь, то благо нам, если выбираем смерть, то позор нам. Жизнь и смерть Господь предлагает нам, но Он говорит, выбери жизнь, зачем тебе умирать. И если даже какой приговор страшный о вас лично есть небо или о вашей семье проклятие, есть выбор у вас, выберите жизнь. Каким образом? Покайтесь, примите Господа Иисуса Христа. Если вы занимались астрологией, если вы не то что не занимались, но слушались этих прогнозов и свою жизнь каким-то образом строили по этим прогнозам, то сегодня также просто покайтесь, покайтесь и попросите у Бога прощения. Господь милостив, призовите имя Господа Иисуса Христа. Верьте, что ни в ком он у меня спасения, кроме Господа Иисуса Христа. Он ведь сам сказал это о себе. Он сказал, написано в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 6 стих написано, «Я есть путь, истинный жизнь». И он подчеркивает дальше, «И никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня, через Иисуса Христа, есть доступ к престолу Отца Небесного». Признайте себя грешникам. Мы все несовершенны. Даже если вы не слушались никогда этих прогнозов по астрологии, даже если вы смеялись там и плевали с высокой колокольни, как говорится, на всю астрологию и прочее, и кажется вам, что сегодняшняя эта программа, она вас никак не касается, то я все равно умоляю вас. Признайте себя грешникам. Не в этом, так в другом. Не в третьем, так в десятом каком-то. Но мы все несовершенны люди. И мы с испорченной такой человеческой природой все пред Богом. И по сути нет праведного ни одного написано. Все согрешили и лишены славы Божьей. Но есть оправдание в Иисусе Христе. Есть оправдание даром. По благодати. Даром. Это для нас даром. Хотя это вообще-то не даром. За это заплачена страшная великая цена. Сам Иисус Христос пролил свою кровь за всех нас. Сам Иисус Христос отдал свою жизнь за нас. И надо уверовать в это. Уверовать в то, что Иисус Христос, Он не просто умер за всех нас. Он умер лично за тебя и за меня. За каждого из нас в отдельности. И призовите Его святое имя. Обратитесь к Нему. Читайте Божье Слово, Библию. Давайте помолимся сейчас. Прямо сейчас скажите Богу такие слова. Обращаясь к Нему как к своему небесному Отцу. Обращаясь как к Создателю, к Творцу. К Творцу неба и земли. Звезд, Луны, Солнца. Всего-всего-всего. И вашей судьбы, вашей жизни. Обратитесь к Нему и скажите так. Отец Небесный. Обратитесь к Нему и скажите. Бог Святой. Отец Небесный. Творец неба и земли. Прихожу к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Прости меня. Прости мои грехи. Пусть Твоя судьба исполняется в моей жизни. Не судьба дьявольская. Не судьба человеческая. Не прогнозы астрологические. Но Твоя воля доисполнится в моей судьбе. Во имя Иисуса Христа. Я принимаю Твою судьбу. Ты моя новая судьба. Ты мое счастье. Это моя жизнь. Я отрекаюсь от всяких прогнозов по астрологии. Которых я раньше, может быть, слушался. Я отрекаюсь от всего небожьего. От демонического. Можете перечислить всевозможные грехи. Проблемы, которые вас гнетут. Скажите. Во имя Иисуса Христа. Я отрекаюсь от дьявола. Отрекаюсь от всех его бесов. От проклятий, беззаконий, грехов, болезней, нищеты. Во имя Иисуса Христа. Призовите имя Господа Иисуса. И скажите. Иисус Христос. Ты мой Спаситель. Ты мой Господь. Живи в моем сердце. Всегда, всегда. Царствуй во мне. Открой мне Библию Святую. Пусть Божье Слово Твое, Библия Святая, руководит мною по жизни. Во имя Иисуса Христа. Благостави меня, Господь. И пусть Твоя воля исполняется в моей судьбе. Всегда, всегда. Благодарю Тебя. Аминь. И пусть Господь благоставит вас, дорогие друзья. Дружите с теми, кто любит Иисуса Христа. Любите Иисуса всем своим сердцем. Потому что кто не любит Господа Иисуса Христа, там у анафема, тот находится под проклятием. Лишь любовь Христа спасает нас из ада, вытаскивает нас из преисподней. Лишь любовь Божья нас объединяет по-настоящему. Ходите во свете Слова Божьего, читайте Библию Святую и исполняйте Божье Слово. Изменяйтесь от силы в силу, от славы в славу. И никакие звезды над вами не имеют власти. Только Господь Иисус Христос. И никакие прогнозы по астрологии над вами не сбудутся. Никакие прогнозы всевозможных гадалок не сбудутся. Если вы будете крепко держаться любви Божьей, любви Иисуса Христа, слава Богу, слава Иисусу Христу, пусть Бог благословит вас. И пусть 20 марта будет в будущих уже годах, в будущие годы, не днем астрологии, а днем победы Божьей над астрологией, днем победы Христа над всевозможными астрологическими прогнозами, днем победы Бога и Библии Святой, и здравого смысла над всеми этими беззаконними нечестиями. Во имя Иисуса Христа. И пусть Бог благословит нас. Аминь. Мир Божий всем вам. Шалом. Мир вам.